Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Текст достаточно большой, поэтому я буду его читать, давать комментарии. Люблю его, не понимаю, что дальше может быть хуже или совсем ничего, зачем он так поступает. Ну что ж, давайте здесь попробуем увидеть, что вы вкладываете в любовь. Как вы понимаете, что любите человек. Вы понимаете, что дальше может быть хуже или совсем ничего. Вы понимаете, что это значит для вас, и вы спрашиваете, зачем он так поступает. А здесь вы демонстрируете то, что вы пытаетесь понять, что делает другой человек, не опираясь на себя. А парень в течение полутора лет неоднократно предлагал расстаться, несмотря на то, что я первая девушка у него. Значит, с одной стороны это может быть манипуляция, с другой стороны это может быть страх близких отношений. У парня, так или иначе, есть определенная проблема. Однако, после этого все конфликты улегались. А после чего этого? Как они улегались? Вы принимали какое-то решение? Или что? Я проглатывал обиду и снова начинали быть вместе. Ну, то есть, по сути, вы игнорировали свое какое-то, ну, непринятие, скажем так. После примирения говорил, что любит и видит со мной будущее. Хорошо, он так говорил. А что есть примирение? Примирение без выводов, примирение без решения, это не примирение. Переехала к нему полтора месяца назад, потому что устроилась в поликлинику рядом с домом молодого человека. Окей. Опять же, какое значение это имеет для вас? Но случилось так, что не сработало заведующей и уволилась. А, как именно не сработало? То есть, из-за чего? Начала после этого тут же искать работу, но подальше от него, поскольку парень живет на окраине города. И рядом других поликлиник и больниц нет. Ну, это нормально. Он видел мои переживания и в какой-то степени поддерживал словом. А, из-за чего у вас переживания были? Здесь не тревожно, случайно? Пошел сейчас в отпуск на две недели, решил полететь в гости к своей маме в соседнюю область. А так как аэропорт рядом с домом моих родителей, то предложил ему на пару дней поехать к нам в гости и от нас уже ехать. Это хорошо, но... В каких отношениях ваш парень находится с вашими родителями? Вот. Прибыли, первый день прошел отлично. Моя мама была, как всегда, гостеприимная весела, никаких конфликтов и обид не было. Тем более, он выкупил два билета в кино, чтобы сходить на него завтра. Тем не менее, на второй день молодой человек мне признался в отсутствии мамы, что не любит меня, хотя я ни в чем не виновата перед ним. Ну, любовь и вина не связаны между собой. Дело в нем, и до конца дня не общался, сидел перед телевизором. Ну, тут, похоже, у мужчины есть определенные страхи. Сказал мне это после того, как я просматривал вакансии и свое резюме, на которое реагируют работодатели, сказав, что сейчас нету снова работы и все стабилизируется. Что именно? Все. Правда, придется подальше добираться. Ну, вот, видимо, мужчине как-то не нравится, что вы будете далеко от него, судя по тому, что я могу видеть. А после такого чистосердечного признания его не выгнала из квартиры, как я хотела. А за что его выгонял человек, честно, довольно-таки вам сказал. Вот это уже похоже на ваше восприятие, да, какое-то такое вот, несколько эмоциональное. То есть вы не воспринимаете честность, или для вас это утверждение. Как будто бы вас отвергли, соответственно, это страх утверждения. Дальше. Но, но я пока ничего не знала, было обидно. Но, опять же, смотрите, на что вы обижаетесь, на честность. Давайте раскроем обиду, что есть обида. Как вы понимаете, что вы обижаетесь, что это такое? Сходили в кино, все-таки, но по пути туда и обратно, даже в самом зале, ни разу не взял меня за руку, не проронил ни слова, хотя я спросил и как в фильме. Но, опять же, здесь как будто бы про отвершение. Уснув, не пожелала спокойной ночи. То есть это вот про ожидания ваши. На следующий день я поехал в аэропорт, толком не попрощавшись, отвечал сухо, отводил взгляд. Ну, есть ощущение, что человек вот... Месяц. Тем не менее, через 40 минут зачем-то отсчитался в WhatsApp, что находится в чистой зоне аэропорта, еще через полчаса, что идет на посадку, а через час личному вовсе заявил, что дома. Ну, то есть, есть ощущение, что мужчина как-то вот склонен к контролю. Я прошла, но ничего не ответила, не знаю, как быть, как быть, чтобы что, почему не ответили. Есть ощущение, что вы тоже вот как бы пытаетесь, ну, манипулировать. Тут, да, играя на чувство вины у человека. Эта история чревата тем, что чувство вины может вызвать злость. Я его люблю, однако понимаю, что это ни в какие ворота не лезет. А что именно не лезет? А у него часть моих вещей, у меня его ключи, не знаю, что делать, что делать, чтобы что. Первое не пиши, и он после этих двух сообщений со вчерашнего дня ничего не писал, и удалил совместные фото в соцсети. Как быть? Ну, опять же, как быть, чтобы что? Вот. То есть, вам здесь нужно определить свою проблематику, в первую очередь, свой внутренний конфликт, что для вас проблема, и решать ее. Вам нужно определить свое отношение к молодому человеку, принимаете ли вы его или нет, таким непостоянным. И вам нужно увидеть, что вы вкладываете в любовь. Потому что любовь и любовь, это как раз-таки безусловное принятие партнера. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь.